В гости не с пустыми руками, тем более повод праздничный и международный день инвалида. Холодильник, ноутбук и обогреватель – подарки для общественников. Состою в организации с 90-го года. 33 года из 35 возможных Людмила Седлова состоит во Всероссийском обществе инвалидов. О трудностях, с которыми ежедневно сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья, знает не понаслышке. Доступная среда есть, но не везде. Конечно, требуется создание доступной среды, особенно вот в этих пятиэтажках. Но это сложно, очень сложно. Технические условия совершенно не позволяют сделать ничего. То, что мы не промахнемся в новом строительстве, это точно. Это все нормативы уже прописаны. И никто не даст экспертизу на проект, если он без элементов доступной среды. А вот со старым, конечно, нам еще придется припадать. Вот детский сад новый. Места для инвалидов есть, а как попасть в салон маршрутки – непонятно. Еще одна проблема, с которой сталкиваются люди с ОВЗ. Те, у кого слабое зрение, ознакомятся с расписанием автобусов – не могут. Эти и другие вопросы, связанные с общественным транспортом, обсудят с перевозчиком. Трудиться готовы, но устроиться на работу не так-то просто. Работодатели не всегда идут навстречу сотрудникам с ОВЗ. Даже если их здоровье на выполнение обязанностей никак не влияет. Те, у кого есть желание работать, нам нужен список, нам нужно описание физического состояния и что человек может делать. Андрей Иванов подчеркнул, для Одинцовских предпринимателей должно стать хорошим тоном помогать инвалидам. Поэтому для решения проблемы с трудоустройством люди с ОВЗ проведут отдельную работу с представителями бизнес-сообщества. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует...